На телеканале Икс Новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. Представители кандидатов в президенты призвали соблюдать нормы законодательства в период предвыборной кампании 2018. Избирательный процесс должен пройти без скандалов. Об этом заявил председатель рабочей группы за честные выборы Анатолий Лаврик. Напомним о случае нарушения норм в Новосибирске. За счет средств Коммунистической партии России был издан и распространен агитационный бюллетень. Согласно закону о выборах, деньги на подобные цели должны выделяться из избирательного фонда кандидата. Агитационный материал признали неправомерным и изъяли. Мы будем стараться блюсти права наших избирателей и законность и прозрачность проведения выборов от начала до конца. Вот, собственно, такой посыл был сделан. Мы хотим работать на упреждение, для того, чтобы не устраивались скандалы и кого-то снимали с выборов или обращались по снятию, а для того, чтобы просто не допускать нарушения закона. Жителям Севастополя предлагают самим выбрать, какие объекты благоустройства нужно отремонтировать в первую очередь. В городе стартовал проект по голосованию за приоритетные участки. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. По его словам, в прошлом году ведомство составило список парков и скверов, которые требуют комплексного ремонта. Это несколько сотен объектов. Чтобы определить, какие объекты ремонтировать первыми, решили провести рейтинговое голосование среди жителей города. В них вошли 15 общегородских зеленых зон и 20 скверов возле жилых кварталов. Восемь планируют сдать уже до конца этого года. Так рассказал Михаил Тарасов, голосование пройдет 18 марта, в день выборов президента. Каждый избиратель сможет выделить в перечне те объекты, которые он считает приоритетными. По результатам определяют, что будут реставрировать в первую очередь. Ознакомиться с проектами можно будет в ближайшее время. Руководство департамента разместит эскизы на официальном сайте правительства и в административных зданиях муниципальных образований. Когда будет составлен итоговый рейтинг голосования, где больше всего голосов отдали за одну территорию, за вторую территорию, третью, для нас это будет регулироваться руководством к действию. Что первые, например, 8 территорий – это тот план минимум, который мы должны сделать в этом году. В том, в следующий год, в следующий год зависит от того, сколько у нас будет ресурсов по программам благоустройства. В Инкермании центр занятости провел выездной прием. Специалисты проконсультировали 47 человек. У некоторых из них уже сегодня появилась возможность получить официальную работу. Напомни, мобильный пункт центра занятости в Севастополе работает с сентября прошлого года. За это время машина побывала в большинстве отдаленных сел, а специалисты приняли сотни человек. Тему продолжит Анна Леготина. Дмитрий пришел сюда, чтобы найти работу. До этого трудился на стройке. После производственной травмы решил, пора подумать о смене деятельности. Главное условие – официальное трудоустройство и соцпакет. Специальность есть. Дмитрий – электромонтажник четвертого разряда. В мобильном центре занятости мужчине за несколько минут подобрали сразу пять вариантов. Ну вот, буду созваниваться, разговаривать. Возможности мобильного пункта обширные. Можно ознакомиться с госуслугами центра занятости, выбрать себе несколько вакансий по специальности. А если идей, чем заниматься, пока нет, специалисты с помощью тестов определят профориентацию. Поиск работы – это тоже работа. И человек, когда он информацией наделен, он может воспользоваться теми или иными возможностями. Тем более, Инкерман чуть-чуть удален. Но есть предприятия, которые работают и в Инкермане, мы подпираем вакансии. На сегодняшний день у нас в базе данных содержится более 3,5 тысяч вакансий с уровнем заработной платы от 20 и для высококвалицированных работников до 50-60 тысяч рублей. Желающих посетить мобильный центр занятости всегда много. Но вот единственный минус такого пункта – он открытый. А утром в Инкермане термометр показывает минус 6. Поэтому выездной прием перенесли в здание муниципального округа. Гайдэ Дигерменджи – главврач 6-й больницы в Инкермане. На консультацию пришла, чтобы подобрать специалистов, которых сейчас не хватает в штате. Нужны врачи-участковые терапевты, нужен лор-врач, нужен окулист, нужен травматолог, нужен уролог. Список можно перечислять до бесконечности. Центр занятости всегда подыскивает то, что мы просим. Предложения есть. Но каждое предложение нужно рассматривать индивидуально. Длился выездной прием два часа. За это время консультацию получили почти полсотни жителей Инкермана. В следующий раз центр занятости на колесах отправится в Андреевку. С графиком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Что сделать, чтобы работа вас сама нашла, узнавали Анна Леготина и Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя. Поговорим о благоустройстве Севастополя. Пару месяцев назад была создана специальная комиссия, в которую вошли представители Департамента городского хозяйства, потребительского рынка, руководители муниципальных округов. Задача – контролировать свалки, дороги, некапитальные строения и эстетическое состояние города. 23 января межведомственное объединение выехало на рейд. Проверили два района – Ленинский и Нахимовский. Соблюдаются ли правила благоустройства Севастополя, расскажет Юлия Ефремова. На улицы города в рейд комиссия вышла впервые. Начали с Артбухты. Центр города на всякий случай. Так, ни много, ни мало. Недалеко возле центрального рынка еще одна свалка. Сегодня будет подготовлено предписание организации, которая специализирована, которая по торгам была определена. И на основе сегодня это не произойдет. Будет составлен протокол административного правонарушения, и она будет привлечена к административной ответственности через суд. Кроме очевидных проблем, много и того, к чему севастопольцы уже привыкли. Сколотая облицовочная и тротуарная плитка, незаконное размещение рекламы или кормление бездомных животных прямо посреди улицы. А вот это вот, что такое у вас с переходом? Это сейчас уберем. А зачем это вообще организовывать? Это не организовывается. Это просто... Вы, во-первых, понимаете, что вы в центре города находитесь, в знаковом месте. Здесь память есть. В конце концов... Я сейчас уберу. Не лучшая ситуация со свалками и в Нахимовском районе. Раньше на этом месте была контейнерная площадка. Мусорные баки убрали, но традиция осталась. А куда вы несете мусор? Возьми у него паспорт. Паспортные данные возьмите. Подождите, пожалуйста. Пушина. Вы сейчас только что выкинули мусор. А куда вы пределили эти самые... Подождите, подождите. Контейнер. Вы сегодня видите, на каком основании кто мусор выкидывает? Можно мы с вами разговаривали? Я плохо себя чувствую. Нет. Региональный оператор отсюда мусор не вывозит, потому что у него договора с местными жителями и администрации рынка нет. А мусорная куча растет. Администрация несколько раз вывозила отходы самостоятельно. Всего за пару часов рейда комиссия вынесла шесть предписаний по стихийным свалкам руководителям муниципалитетов и коммунальным предприятиям. В этот раз обошлось без штрафов. Однако повторное нарушение комиссии встанет виновником в копеечку. Наказание по КУАПам на сегодняшний момент до полутора тысяч у нас это физические лица, до десяти тысяч юридические лица. И уже смотреть по должностным инструкциям, то есть некоторые штрафы доходят до 50 тысяч. Посетила комиссия и отдаленные части Нахимовского района. Из Любимовки за минувший год поступило всего 23 жалобы. Мало отмечают в правительстве. Вызвало подозрения. Выехали на место. Мы увидели разрушенные улицы, мы сегодня увидели неуборку прилегающей территории, мы сегодня увидели организацию несанкционированных свалок. То есть мы говорим о том, что сегодня нет определенных действий со стороны и муниципального округа, и со стороны жителей. Помочь в благоустройстве могут именно жители районов. Для этого нужно обращаться в свою администрацию или хотя бы просто соблюдать чистоту. Рейды комиссия будет проводить еженедельно. Затем проведут заседания, на которых расставят приоритеты по благоустройству города. Юлия Ефремова, Андрей Вовк, информационный канал «Севастополя». В конце прошлого года 20 молодежных проектов Севастополя получили гранты. Поддержку оказало правительство города. Среди победителей проект «Доктор сказка. Идея лечения смеха». О том, как реализуют грант в сюжете Катарины Вербицкой. Сначала принимал участие, теперь сам куратор проекта «Доктор сказка». Артур Похольченко дарит радость маленьким пациентам с 2011 года. Говорит, каждое представление – импровизация. «Суть этого проекта – это клоуна-терапия. Мы переодеваемся в яркие классные костюмы. Клоуны, индейцы, пираты, мини-маусы, девочки в белоснежку переодеваются. И мы идем по палатам, общаемся с детками, дарим им классное, хорошее настроение, подарочки дарим. Ну вот такой примерно контекст нашего мероприятия». Команда волонтеров играет и общается с детьми. Своей работой они помогают на время отвлечься от мыслей о болезни и лечении. «Главное здесь – это любовь к детям и вера в то, что ты можешь створить хоть маленькие, но чудеса». «Меня вдохновляют лица детей здесь. Мне хочется, чтобы они улыбались. Мне нравятся их улыбки». Каждому родителю знакома ситуация полной беспомощности перед болезнью и желание хоть чем-то помочь своему ребенку. В период лечения и реабилитации хорошее настроение необходимо не только маленьким пациентам, но и их родителям. «А мамы в каком восторге. Мамы – это же вообще. Они звонят, рассказывают родственникам, какой праздник у нас сегодня был. Приходили, дарили подарки, шарики дарят, какие-то картиночки, календарики. По-разному. Но все очень счастливые – и мамы, и дети». Сказочные персонажи действительно вызывают массу эмоций у всех зрителей и встречают актеров бурными аплодисментами. «Представление нам очень понравилось. Очень приятно, что детей поддерживают в самые грустные моменты, особенно, когда на улице холодно и хочется. И дети учатся, и школу пропускают. Ну, поддержка супер. Молодцы. Просто молодцы». Участники проекта «Доктор Сказка» не имеют профильного образования, но четко знают главный принцип медицины – не навреди. Ему и следуют. «Как помочь здоровью Сказкой» узнавали Катарина Вербицкая, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. В январские холода во всем мире отмечают день рождения эскимо. Логичнее этот праздник проводить летом. Но именно 24 января 1922 года Кристиан Нельсон, дачанин по происхождению, американец по прописке, запатентовал свое изобретение – мороженое в шоколадной глазури. Как в домашних условиях сделать эскимо и какое мороженое сейчас делают в Крыму? Все подробности о сладком лакомстве Марина Кравцова выясняла в Севастопольском музее мороженого в экопарке Лукоморье. «Эскимо пай» или «Пирог эскимоса» – такое название выбрал для своего изобретения владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон. Эскимосы, когда узнали, смеялись. Они бы не стали есть льдинку в шоколаде. Но весь мир оценил. Хотя первое эскимо есть было неудобно. Палочкой сливочный брикет в шоколаде обзавелся только через 12 лет после выхода на рынок. Повторить кулинарный подвиг Кристиана Нельсона может каждый. Итак, попробуем из обычного белого мороженого, крымского, на палочке сделать эскимо. Понадобится нам жидкий шоколад. Но технология довольно проста. Окунаем мороженое в шоколад. Осталось заморозить. И вот оно – эскимо. В Советском Союзе эскимо появилось в 1937 году. С легкой руки Анастаса Ивановича Микояна. Он был наркомом продовольствия, был большим поклонником этого мороженого. И свято верил в то, что каждый человек должен за год съесть не менее 5 килограммов эскимо. Именно советское эскимо в 60-е годы стало одним из лучших в мире. На экспорт поставляли около 2000 тонн мороженого. Сегодня в Крыму возрождают традиции советского качества. Стремятся вернуть на палочки тот самый сливочный вкус детства. Изготовлен только из крымского свежего молока. На данном заводе находится уникальная эксклюзивная лаборатория, которая не пропустит ни грамма искусственных компонентов. От экологически чистого эскимо не отказывается даже хвостатая хранительница музея мороженого. Здесь о холодном десерте знают практически всё. Даже рецепт русского лакомства 10 века. Жирный творог протирали через мелкое сито, добавляли сметану, мёд, сушёные ягоды, лепили из этой смеси фигурки зверей и птиц и выносили на улицу на мороз. Тогда мороженое ели в основном зимой. А любовь советских людей к молочному десерту поразила Уинстона Черчилля, когда в 44-м он увидел в Москве, как мужчина ел мороженое. И он обратился к своим спутникам, сказал, господа, как можно, ведь сегодня холодно. На что получил ответ, да сегодня не так уж и холодно, всего минус 25. И тогда Черчилль сказал свои пророческие слова. Народ, который в такой мороз может есть мороженое, непобедим. Сегодня в мире производят более 30 видов эскимо, а кондитеры ставят рекорды, кто сделает самое большое мороженое. Севастополь тоже отличился. В июне прошлого года из холодного лакомства сделали копию памятника затопленным кораблям весом 215 килограммов. Сладкий памятник вошел в Книгу рекордов России. От эскимо в январские холода не отказываются. Марина Кравцова, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. На прошлой неделе мы рассказывали о вспышке африканской чумы свиней в Судакском районе. В Севастополе ситуация по-прежнему благополучная. Случаев заражения выявлено не было. В регионе предпринимают все меры предупреждения эпидемии. Проводят и профилактику возникновения классической чумы свиней. В отличие от африканской, от этого вируса есть вакцина. Животных прививают раз в год. Тему продолжит Елена Карнаухова. Африканская, как и классическая чума свиней, распространяется при контакте с заболевшим животным. Через инфицированный корм – продукты животноводства. Следует соблюдать основные правила ведения хозяйства. Во время вспышки заболевания запрещается свободный выгул свиней. Пища для животных обязательно термически обрабатывается. Территория хозяйства должна быть огорожена. В свиноводческих хозяйствах соблюдаются все меры профилактики возникновения и заноса чумы и других инфекционных заболеваний. Здесь есть специальные дезинфицирующие барьеры, пропитанные раствором, чтобы не занести никакую инфекцию. Обязательное посещение в специальной одежде и бахилах. Последний раз вирус классической чумы свиней в Севастополе регистрировался в 1982 году. Его обнаружили в пищевых отходах на одном из предприятий общепита. Подобные случаи больше не повторялись. Ситуация в городе остается благополучной, так же, как и по африканской чуме. В регионе постоянно проводятся профилактические мероприятия. Главная из них – вакцинация. От классической чумы свиней прививают раз в год – вакцина отечественного производства. Её изготавливают на Покровском заводе биопрепаратов. Прививать поросят можно 45 дней, а вот от африканской чумы свиней вакцины нет. Но прививаясь от классической, у животного больше шансов остаться здоровым. Животное, которое не подвержено заболеванию, например, классической чумы свиней, оно имеет иммунную защиту. Оно более устойчивое к африканской чуме свиней. Единственный способ борьбы с африканской чумой свиней – профилактика. Чтобы не допустить возникновения и распространения заболевания, ветеринарная служба Севастополя проводит дезинфекцию подкормочных площадок для диких зверей и регулярный мониторинг лесных угодий и животноводческих хозяйств. Также проводится разъяснительная работа с фермерами. Они нам, кроме практической помощи, оказывают ещё методическую помощь. Всевозможными нам инструкциями, информациями, оказываются также консультациями по поводу содержания этих животных в соответствии с ветеринарными правилами. Управление ветеринарии нас постоянно мониторит и информирует ситуацию, которая складывается по Крыму. Для человека заболевание не опасно. А вот по популяции кабанов и экономическому развитию региона может ударить серьёзно. При выявлении африканской чумы свиней хотя бы у одного питомца изымается и уничтожается всё поголовье. В случае болезни у животных наблюдаются красные пятна на коже, посинение конечностей хвоста, ушей или пятака. В таких случаях необходимо немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу. Елена Карнохова, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. Любят ли животные путешествовать? Некоторые из них преодолевают длительные расстояния пешком, другие предпочитают автостоп, а третьи – авиаперелёты. Например, кота по кличке Бигглс из Австралии однажды обнаружили в салоне самолёта. Позже выяснилось, что он пролетал целую неделю. Нисходя с борта самолёта, посетил Новую Зеландию, Мельбурн, Финджи и Сингапур. Обнаружить кота получилось только в Сиднее. Команда информационного канала Севастополя решила разобраться в теме животных путешественников. О том, что нужно знать хозяевам питомцев, чтобы отправиться в длительную поездку, в следующем сюжете. В этой студии хендлинга готовят к выставкам двух шпицов – Шаха и Шаю. И Шах – уже опытный путешественник. В выставке отпуск хозяйки он всегда рядом. Так, несколько месяцев назад он преодолел расстояние в несколько тысяч километров. С пересадкой летел из Петропавловска-Камчатского в Симферополь. Время в пути – около 12 часов. Самолет в принципе несложно. Единственное, что собака должна весить не более 8 килограмм вместе с боксом. И тогда ее допустят к перелету в салоне. Ежели собака весит больше, собака будет отправляться в багажном отделении. И тоже обязательно в специально приготовленном боксе. Татьяна Самарина на путешествиях с четвероногими собаку съела. В самолете или в поезде обязательно перевозить животных в боксе. Говорит, лучше делать это и при поездке на машине. И советует начинающим собаководам-путешественникам перед полетом позвонить в авиакомпанию и уточнить правила перевозки животных. Например, собак, которые весят больше 50 килограммов, самолет не пустят. Но вес питомцев – это не главное. Первое, о чем должен думать владелец, это о наличии ветеринарного паспорта с прививкой о бешенстве. Потому что без такового, без правильно оформленного паспорта, без карантина вас никто на борт самолета не пустит. Да не то что самолета, и поезда, где угодно. В управлении ветеринарии советуют. Порядок подготовки к поездке следует уточнить в государственной ветклинике. Лучше всего прийти к специалистам уже со всеми документами питомца. А еще хозяин обязательно должен знать, как животное переносит поездку. Поэтому прежде чем отправиться с ним в далекое путешествие, попробуйте преодолеть небольшое расстояние. Специалисты говорят, этого небольшого списка обязательных правил достаточно, чтобы хозяин был спокоен. В дороге с его любимцем ничего не случится. И вместе не смогут преодолеть ни один километр. Светослав Данилов, Дельвер Меджитов, информационный канал Севастополя. Жители московского региона вечером 31 января увидят красное суперлуние. Об этом сообщили специалисты столичного планетария. В 18.28 по московскому времени произойдет полное затмение спутника Земли. Видимый диаметр Луны увеличится на 8%, а диск станет красным. Астрономы предупреждают, москвичи смогут наблюдать суперлуние, если погода будет ясной, как сегодня в Севастополе. А 25 января в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9,14 м в секунду, днем 6,11 м в секунду. Температура воздуха ночью 4,6 градусов мороза, днем от минус 1 до плюс 1 градусов. На дорогах местами гололедица. Наш выпуск новостей завершен. Сообщить актуальную информацию вы можете в редакцию нашего телеканала по телефону 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...